здравствуйте дорогие друзья с вами опять светлана филатова невзирая на то что мы с вами не виделись довольно долго более 20 дней это конечно было чудовищное время вы мне много писали спасибо вам огромное но теперь мы снова вместе и снова вас ждет очередной разбор сегодня мы разберем павла прилучного я не успела сделать превьюшку поэтому мы сразу на фоне видео которое будем сейчас смотреть и так я видела что уже сейчас павла прилучного разобрали все кому не лень с моей стороны конечно же было было бы глупо оставить эту тему без внимания потому что мне тоже есть что сказать кроме того что было озвучено другими специалистами у меня есть еще несколько реплик до который я сейчас озвучу да и начнем но я посчитала что в принципе вот самое интересное но мне показалось может быть моей женской колокольни мне показалось именно женская тема в жизни павла прилучного ну и естественно это интервью было посвящено тому что он сейчас женится что у него наладилось личной жизни да и прочее бла-бла-бла так вот я бы хотела акцентировать внимание на женщинах павла прилучного с точки зрения его совместимости с этими женщинами почему они расстались почему ну и какие выводы можно сделать что ждет его с новой пассией и так далее и тому подобное но кроме того конечно же будет походу много невербалики но вот акценты я сделаю именно на совместимости поэтому я сразу вас предупреждаю что будет еще нумерология по ходу а в конце еще по формуле души пару слов я тоже скажу поэтому если кто-то не приемлет этот формат то пожалуйста извините сегодня но акцент будет на этом но не только на этом будет еще невербалика как я уже сказала ну давайте по ходу действия начнем с первой женщины с которой у нее у него были отношения американская актриса некий рид это звезда сериала сумерки да так вот у павла с ней были отношения я почитала что писали сми но давайте посмотрим что павел на тот момент говорил об этих об этих отношениях да и что он говорит сейчас и сделаем определенные выводы да и так первый фрагмент я включаю ночь хочется рассказывать ту историю другу канал глухаешь внутри видите здесь он довольно сложно подбирать слова и когда говорит что колыхает что-то внутри он закрывается отворачивается до такой суровый вид показывает но при этом смотрите тело как выпрыгивает да посмотрите на меня да я же такой классный то есть при том что он да он грустит да он сожалеет да и может быть не хотелось бы ему об этом говорить но при этом тело как бы выпрыгивает и говорит посмотрите я это сделал это она в меня влюбилась я смог влюбить в себя эту звезду то есть видите печаль волнение растерянность но актер он в общем то он учился на это поэтому здесь актерские данные конечно же на лицо но и переживания тоже есть переживания очень сильные видите он и вздыхает но знаете переживания все таки ну ладно не буду я наносить свои свое видение да просто как бы здесь он показывает что действительно все было что это его тронуло что это действительно ну очень важно для него всеми силами он это показывает да и я допускаю что действительно его это затронуло его это до сих пор трогать на момент когда он дает это интервью когда он это говорит да вот давайте еще раз посмотрим тут был и вздох и смотрит в сторону видите и закрывается и при этом видите корпус вперед до корпус вперед то есть когда человек подавлен и закрывается он как бы старается убежать а здесь он хочет выпрыгнуть показать себя но то есть на лицо конечно же во многом игра но эта игра скорее всего которая его коснулась потому что в следующем когда он рассказывает о следующей своей женщине он играет уже другую игру да уже там другие эмоции а здесь он именно показывает то что она его зацепила но конечно хорошо что эта история всплыла конечно же для его имиджа это просто великолепно кто бы его может быть узнал без этой истории но эта история добавила может быть какую-то капельку но ну какую-то дополнительную энергию в то чтобы павел прилучный стал известным да то к чему в общем то он и стремится и еще кокетничать его актерская работа она как раз нуждается в известности да был бы он какой-нибудь петя иванов там из какого-нибудь дальнего города да вряд ли бы его приглашали на главной роли поэтому здесь его профессия неотрывно связано с его популярностью и с тем чтобы вот известные актрисы на него реагировали да то есть это камушек вот фундамент его известности вы его успеха и смотрите что-то вспоминается и играет играет вот головой да вот посмотрите на меня вот с этой стороны посмотрите с этой стороны то есть вот что-то вспоминается и любуйтесь мной вот какой посыл у этого вот объяснения да вот он объясняет как бы грустит как бы ему больно но вот все-таки любуйтесь мной смотрите как я правильно как какой я красавчик становится больнее на этом акцентирует внимание поднимает бровки и конечно же он здесь говорит не о боли а он опять красуется но тем не менее все таки скорее всего боль в отношениях было скорее всего ну как бы все равно эти отношения были да и здесь естественно у него определенная маска амплуа но знаете у актеров иногда даже вот они они живут уже в этой маске и сложно найти что-то человеческое в них но здесь все-таки человеческая проскальзывает и очень вот прям очень четко и видно что он грустит по поводу того что у них не сложилось и так было это давненько приехала с фильмом в москву в мини-фрустами первыми или в мини-фрустами первые деньги шла на экзамен у меня было достаточно много ютюбов и так далее на экзамене она посмотрит ютюбе я евро это как-то понравился видите какое счастье что он ей понравился да и вот здесь он он опять делает акцент да он кокетливо опускает челюсть но это просто элемент игры все-таки еще опускание челюсти это скрывание эмоций да он не хочет просто сидеть и показывать свою радость а радость конечно же у него на лице очень даже активно видна да поэтому здесь естественно он раз завязалась как-то делился контакт я не знал кто она видите с удовольствием рассказывать легко как бы тут нет никаких сложных моментов да ну то есть ему это нравится говорить то я я был никто она была звезда но уже сам факт что вот русский студент встречается с голливудской актрисой у нас много было в общих знакомых и я общалась с многими студентами школы студии об этом все знали школа студии это одна семья все все другие знают и все знают что происходит может ли как-то так еще не знаю как это просочилось но что просочилось конечно просочилось и это тоже вызывает у него счастье естественно это вызывает счастье потому что для него это успех это еще одна капелька в копилочку его известности поэтому видите он так улыбается также даже может быть больше счастлив от того что вот именно голливудская звезда именно вот так вот произошло такой классный инфоповод который действительно вы вытащил его на олимп может быть без этого романа ну неизвестно как сложилась бы его судьба и я не буду делать предположения но это неизвестно а то что обратила внимание на него эта звезда еще и влюбилась это конечно же успех для него поэтому чё кокетничать давайте называть вещи своими именами не кирит но это он был не виноват что у нее разбилось сердце какое счастье но конечно же он изображает из себя вот этого сурового альфа-самца вот это вот его роль которая к нему прилипла как я уже говорила у актеров часто так бывает что его образ налипает на него и уже непонятно где звезда где актер а где человек вот здесь вот уже сидит человек который уже полностью по грязь вот в этом вот но не по грязь не то слово который уже полностью срос сросся со своим образом понимаете уже здесь вот в предыдущем видео это было много лет назад еще на заре его славы на заре его известности он еще позволял себе быть человеком здесь он конечно же в образах в разных образах он просто их перед нами меняет вот знаете вот как перед ним много одежды лежит и он каждый раз выбирает какую одежду перед нами надеть да и вот в данном случае конечно же самый привычный самое ну можно сказать его робов которые он постоянно находится в которой ему комфортно это суровый такой мачо и он естественно сдвигает брови поджимает губы да вот эта челюсть вперед вот это вот брутальность которую он позиционирует вот это его визитная карточка кроме того это позволяет еще и скрыть эмоции да это так по-мужски это так здорово читается да ведь неизвестно какие эмоции скрываются да и мы часто думаем что если этот человек скрывает эмоции то он такой сильный за ним можно идти да ну вот как бы это всего лишь образ понимаете вот он пытается за этот образ спрятаться но перед этим самые настоящие эмоции проскользнули когда он заулыбался когда он так счастливо отреагировал вернее после этого видите вот не может скрыть не может вот она маска слетела и вот она счастье ребята счастье удовольствие смех причем смех с демонстрации клыков как вы знаете что это уверенная улыбка да он все он красавчик да при этом плечи легенды гласит что есть он не знает вообще как ему себя здесь вести до ему конечно же надо изобразить равнодушие но не получается не получается вы понимаете лезет из него вот этот тщеславие да на радость естественно радость но это же что тут удивляться что тут как бы кокетничать да это ну по павел он как девочка он кокетничает он вот такие вот ужим очки да с одной стороны образ брутального матча с другой стороны кокетливая девочка перед нами сидит она сама подошла к тебе и пригласил на свидание долго да за мной бегал я учился вам опять вернулся в образ да сдвинул брови добавил себе многозначительности плечо ну то есть плечики работают когда человек не уверен он как бы надел на себя одежду а он не уверен ту ли одежду на себя как знаете встал в очередь а не уверен к умным или красивым мне надо тату его вот здесь вот как раз и получается что растерялся немножко да и отсюда вот эти плечики начинают бегать когда человек растерян когда он не знает правильно ли он поступил ту ли очередь он занял да отвращение но это его коронная просто эмоция которой он покорил просто все наши сердца то есть если мы видим эмоции отвращения то мы видим альфа самца да еще и по 2 когда он подвигает челюстью так просто ну я не знаю это король перед нами ради еще я не понимал английский вообще не знал и смысла не было учить потому что я никогда не собирался кокетничать знаете вот это вот подвижность да она с одной стороны его образ с другой стороны попытка ну как бы так собраться да он конечно же не до сих пор ним не может понять какую очередь стать до любуется собой да еще и встать разными позами да вот посмотрите меня здесь посмотрите меня вот здесь видите а я же все-таки ничего да раз такая звезда в меня влюбилась не нужен он был и думал зачем я учить по-английски чтоб что но я учась все в бердске находилась учета по-английски щебетала и ты хочешь к и от меня что она делала в россии она приехала у него подруга там есть курс по обмену ну да ну да конечно же да вот такой вот у нас интересный сегодня гость и знаете самое интересное как он обесценивает сейчас эти отношения вот в предыдущем ролике да это там много лет назад он ценил эти отношения естественно он понимал роль этой женщины до для своего продвижения в том числе понимаете все таки как бы он еще тогда ценил сейчас вот я еще хотела вот эту тему затронуть когда человек слабый вступает в отношения он старается всячески своему партнеру дать подтверждение того что я хороший не бросай меня да и вот вот одно из таких подтверждений это обесценивание своих бывших то есть по сути перед нами очень слабый человек я вам это покажу уже на формуле души в конце да ну в общем то это не не всегда признак слабости вот то что я вам покажу но вот в данном случае по его поведению мы видим что действительно он сам по себе очень слабый ранимый и ну такой вот он он играет роль альфа самца на самом деле это далеко не так но давайте все таки разберемся что же у него было с этой не кирид да вы был ли у них шанс вот с точки зрения нумерологии и давайте посмотрим у нас получается так я сейчас тут все перекрыла сейчас себя подвину немножечко а и так вот наш павел прилучный как мы видим у него нет особых каких-то данных да вот там мастер чисел которые вот кстати если кто-то у меня учится на нумерологии вы видите что в общем то вполне нет себе заурядный ну человек да в общем то без особых каких-то там выделяющихся качеств до выдающихся поэтому конечно же говорить о том что перед нами супер гений здесь неуместно ну да да у него нет кармических каких-то проблем да он он пришел в этот мир просто поиграться да ну он в общем то этим и занимается что у него вот давайте уже конкретно я не буду сейчас углубляться в его нумерологию да я просто хочу разобраться в отношениях с не кирид ну и со следующими женщинами если вам интересна эта тема то под видео вы найдете ссылочки на обучение там всего 990 рублей нумерология и формула души столько же можете подключаться к нашему обучению если хотите можете на консультацию ко мне записаться тоже под этим видео ну так вот давайте все-таки вернемся к тому что мы видим и так а значит некий рид ну вот николь рид по-английски если то мы видим что человек нацелен на артистические какие-то вот она ар актриса она сама по себе актриса вот вечный ребенок троечка это самый лучший актер да и у нее устремление она тянется к таким же как и она актера но попадая на территорию россии она автоматически как бы становится николь рид вот русскими русскими буквами да безусловно она здесь она все равно под ну с документами написанными на латин с латинскими буквами но все-таки здесь ее называют русским русские люди да вот николь рид ну и вот даже в сми когда там заголовки пишут не не пишут же английскими да а именно николь рид поэтому а здесь она вибрирует вот именно так вибрировала вернее да и получается что мы увидели а у нее душевное побуждение девятка когда она приехала сюда да и встретила вот этого человека у них сразу появилась страсть причем обоюдная с обеих сторон причем это вот он сейчас говорит что это только она ничего подобного с обеих сторон была четкая страсть вот пока они не вступили в контакт у них вот прямо не увидели друг друга и просто узнаете вот эта искра вспышка и вот все что нужно для того чтобы был яркий роман как минимум яркий роман как максимум на три года а да вот пожалуйста вот такое но когда она вступает уже в контакт непосредственный с прилучным она как бы берет его вибрацию да мало того что вибрация поменялась с английского написания на русская но еще и берем вибрацию фамилии павла прилучного но смотрите как только она с ним сближается на нее нападают разные кармические проблемы смотрите сразу два кармических числа причем очень интересно что они то и расстались по этой причине что вот смотрите у нее личность кармическая 14 а сейчас секундочку я себя сдвину кармическая 14 а это как раз ограничение свободы и это как раз в числе личности то есть видимо для того чтобы быть с павлом а он категорически не собирался ехать в голливуд ей бы пришлось остаться здесь и ограничить свою свободу видите вот как и сближение с ним портила полностью ее ну карму жизнь и все остальное то есть им ей бы пришлось отказываться от свободы это первое второе ее бы потянуло на то чтобы быть я и лошадь я и бык я и баба и мужик вот когда кармическая 19 то это для женщина в любом случае либо вешает себе на шею кого-то либо садится сама кому-то на шею но либо мужчина неважно ну то есть человек всегда находит себе вот эти проблемы по самостоятельности единица это про самостоятельность а 19 это про проблемы с самостоятельностью то есть получается что с одной стороны уники у этой некий рит появляется куча проблем если она с ним сближается с другой стороны у них пропадает связь понимаете он смотрит на нее и не видит девяточек ему очень важно видеть вибрацию девяточки в партнере да она смотрит на него и не видит того что ей хочется видеть ей хочется такого брутального мачо видеть да вот когда она сближается с ним у нее единичка до кармической 19 хочется вот проблемы с самостоятельностью получить а здесь получается что проблемы да они придут конечно же но в нем она их не видит вот такая вот история интересная то есть им вообще вместе ну явно не получилось бы быть я не стала уже делать его английское написание да если бы он там уехал к ней может быть там бы что-то и сложилось но не будем если бы да кабы то есть делаем вывод что когда они друг друга увидели у них возникла страсть но дальше этой страсти ничего не пошло потому что в любом случае если происходит контакт можно страсть испытывать пока нет контакта да вот ты смотришь на человека издалека и ты хочешь его да но как только вы вы уже как бы вместе сошлись то уже пошла вибрация партнера и соответственно вот эти все изменения происходят в женщины поэтому это всегда нужно учитывать когда вы вступаете в отношения с мужчиной там или ну с партнером да даже в деловых отношениях надо учитывать вот эти нумерологические особенности потому что это очень важно очень четко влияет на общение людей дальше давайте теперь посмотрим что же произошло с этой агатой следующая женщина которой мы знаем это агата муцинеецы и давайте посмотрим как он говорит о богате она еще в те далекие лохматые времена когда он они говорил да ну на заре их отношений да я безумно счастлив и благодарен этому сериалу на не только за популярность за свою вторую половину как он процеживает пренебрежительно с отвращением говорит о богате да и причем имейте ввиду что это еще на заре их отношений еще как только они встретились но вот видите вот он как бы не хотя не хотя вступил в эти отношения да вот как бы знаете такое ощущение как как будто он говорит о человеке которого он ненавидит на и мы это увидим причину мы увидим опять-таки в нумерологии почему он так говорит почему он ее он реально и и вот отчасти ненавидел куда бы я дел себе не устала прикрывает глаза отводят взгляд я я же такая звезда она непонятно как ко мне привязалась да вот это пренебрежение стиснул зубы печаль челюсть вверх любуйтесь моей грустью отвращение вот это отвращение просто это его визитная карточка как я уже говорила до презрение видите ну прям вся палитра эмоций плохих эмоций до демонстрация презрение вот кстати послушная девочка обратите внимание тоже вот я когда провожу бесплатные занятия по физиогномики я там тоже рассказываю про эту послушную девочку у него кстати вот эти ограничители он часто делает то есть вот это вот послушная девочка она как раз признак того что человек ограничивает себя в каких-то сферах а здесь с двух сторон идет то есть и справа я я показываю меня просто зеркали да и справа это социум да и слева это личная жизнь то есть вот более закомплексованного человека сложно найти когда мы видим вот такую вот улыбочку ты знаешь человек просто не уверен в себе вот в этих сферах да и он пытается выдавить из себя то что вы хотите увидеть да вот то что вам надо увидеть и это мы видим то есть конечно же образ у него брутального мачо он знаете еще в чем фишка почему он так успешен потому что мы видим довольно ну гармоничное красивое лицо да довольно женственная да видите пухлые губы открытые верхние веки то есть вот он по себе сам по себе он красавчик да но при этом играет роль вот этого мачо сам по себе он красавчик и показывает эту улыбочку послушной девочки вот эти ограничители то есть с одной стороны позиционируется к ну нами на бессознательном уровне что он такой милашка такой прям пупсик да но с другой стороны вот это поведение и вот это амплитуда большая амплитуда поведенческая она и дает вот эту харизму мы не можем понять куда нам вот где где наше восприятие остановить да то ли он послушная девочка то ли он но извините вот девочку просто у меня я так выражаю вот это вот вот эти ограничители это ни в коем случае не на его ориентацию не не подумайте просто вот с одной стороны он такой весь белый пушистый да с другой стороны он такой мачо и мы не можем понять как какой он настоящий это заставляет остановить свой взгляд на нем да и задуматься а что же он из себя на самом деле представляет и вот этот успех его популярности как раз в этом и состоит что мы вот смотрим на него и не можем понять какой он очереди умных или красивых вот это вот как раз секрет успеха если хотите чтобы и ну вот если ваша сфера деятельность заключается в том чтобы привлекать внимание то вот действуйте тоже так понимаете вот это вот противоречие как тот же жириновский он же с одной стороны он умнейший человек а с другой стороны он нес пургу для того чтобы вот это вот вся амплитуда да и все смотрят думают какой он на самом деле вот это вот очень хорошо работает для широких масс и ну это как раз и есть харизма до смотрим дальше видите ну ну просто красавчик и поджимает подбородочек да вот это вот вот это вот послушная девочка о которой я говорила причем обратите внимание слева ее больше больше этих ограничителей если рассмотреть вот по физиогномики кто у меня учится на физиогномики посмотрите тоже вот и может быть другие фотографии тоже в комментарии мне напишите мне кажется что с левой стороны у него больше это то есть вот в личном плане он больше старается понравиться соответственно в личном плане он более не уверен не знаю что там за тараканы спрятаны да но вот в данный момент когда он говорил об агате мы видим что у него очень негативное отношение к этой агате а почему оно такое да вот почему потому что смотрите внимательно но агата конечно трудоголик это мы видим сейчас когда она рассталась мы видим что она участвует в разных проектах но она активная женщина да я разбирала ее мне она там по многим пунктам не понравилось но вот все таки по нумерологии я должна сказать что агата более развита ну вот по вибрациям чем он мы видим что у агаты есть два мастер числа причем одно из них в душевном побуждении душевное побуждение это то к чему человек стремится то что для него важно то есть если агата ставит для себя цель стать звездой то конечно же как ступенька к этой звезде конечно же подойдет вот такой вот павел прилучный который в общем-то особых вибраций у него нет да она она смотрит на него конечно же может надеть розовые очки может вибрировать на любых частотах потому что мастер числа они умеют подстраиваться да но с другой стороны ей конечно же нужен был изначально мужик посерьезней но так как среди ее окружения этот был самый известный видимо но значит она на нем остановила свой взгляд да но вот вот такая вот проза жизни потому что в нумерологии тут как раз вот и видно вот это вот взаимодействие да кто более развит да вот выше развитая то у того больше мастер чисел и это не не говорит о том что человек так и остается на этом бывает так что у человека вот с такими даже вибрациями он с помощью там практик каких-то с помощью саморазвития ну каких-то направлений до обучения да он становится намного выше и переходит уже свои вот эти вот рамки да но в случае с павлом как мы видим там особо развитием не пахнет поэтому мы имеем то что имеем а имеем мы просто человека до без особых каких-то испытаний кстати часто кармические цифры приводят к тому что человеку хочешь не хочешь приходится развиваться и он становится ну уже у него развиваются вот эти мастер числа на месте тех кармических вот я как замечаю по своей практике когда консультирую часто бывают люди люди у которых там куча кармических цифр цифр а ты смотришь по уровню развития он уже вибрирует как реально мастер числа то есть когда много проблем человеку приходится собой заниматься вот такая правда жизни еще одна да так вот что мы видим он ищет себе женщину с вибрации девятки ну здесь конечно же с одной стороны на момент встречи агата просто может подыграть потому что у него в экспрессии 22 а если в экспрессии 22 она может любую вот один перед ней одежда любая да она надевает на себя эту одежду и вибрирует именно так то есть видимо он увидел в ней то что искал в женщинах да вот за счет вот этой вот и и экспрессии дальше когда у них происходит контакты они сходятся у них появляется страсть вот в предыдущем случае страсть была вот при первой встрече да вот они зацепились и вот бесконтактно они бы любили друг друга всю жизнь да а вот произошел контакты пошли вибрации другие а здесь как раз наоборот с контакта пошла вот эта вибрация страсти страсти и вот как мы с вами стали свидетелем страсти это как раз и мордобой и всякие разные давления особенно если ну павел он сильный физически да естественно ему сложно удержать свою физическую мощь в отношении женщины которая в общем то не обладает такой силы так а у него вибрации не дотягивают он бессознательно все равно понимает что она по вибрациям намного сильнее его она более перспективно сама по себе и поэтому его это злит и он всячески показывает эту агрессию это агрессию мы с вами наблюдали да вот она пожалуйста душевное побуждение девятка как правило такие отношения вот хороши да в течение трех лет как мы знаем страсть живет три года потом это ссоры расставания примирения ну то есть вот это вот все и пока не надоест при этом смотрите у агаты экспрессия остается 22 то есть мастер число то есть у нее возможности так и остаются и личность то есть личность это то что мы показываем людям получается что благодаря контакту с ним она стала более известной более но более видный можно сказать вот получается что вот контакты с ним принес ей известность и она четко знала на что она шла как бы и здесь в общем то такой договор обоюдный я думаю он же тоже он ну скажем знал не знал но он увидел в перспективе что эта женщина с ней будет интересно с ней будет ярко да и вот откуда вот это эмоции отвращения вот эти все негативные эмоции ведь страсть это агрессия это же ну вот страсти любовь это разные вещи до агрессия это когда вот вот действительно две девятки да они агрессивно друг другу относились вместе ну вот такая вот правда жизнь дальше следующие следующая женщина с которой он имел отношения это мирослава давайте посмотрим фрагмент как ты поступаешь когда ты понимаешь что влюблен тебе же надо объясниться было с мирославой получается зачем мне объяснять смысл смотрите как он сказал это сказал тихо опусти опустил челюсть при этом конечно же он испытывает вину но как человек альфа самец да он эту вину нам не покажет он сейчас перестроиться быстренько он сейчас заболтает уведет другую сторону но факт того что он испытывает вину он на лицо дальше смотрите при этом качает головой нет и кстати обратите внимание выставляет лоб то есть я буду стоять до упора до на своей позиции но ищет одобрение да вот смотрит и ждет ответной реакции да ну скажи что нет я не должен ничего но как бы перед нами человек который понимает что он нашкодил понимает что он не прав но у него есть своя точка зрения которая от ума давайте ее смотреть вы уже растаять видите и челюсть вперед то есть ну пытается пытается вот этими своими масками до прикрыть прикрыть свое больное место а там действительно ему неловко ему стыдно ему есть к тому моменту друг видите избегает зрительного контакта он надеялся что на этом разговор закончится но видите сейчас уже пошло во-первых пауза прежде чем ответить да он пытается как-то собраться уводит глаза сложно подбирать слова как бы все мы никогда не говорили что мы напряжение челюсти злость парень с девушкой а вот это вот просто знаете мы никогда не говорили что мы парень с девушкой это просто знаете вот я как человек который занимается ложью должна вам сказать дорогие девчонки женщины я не знаю вот до всей мужчины тоже часто попадают на эту уловку когда не говорят до умалчивание лжи это есть ложь имейте это в виду если вы думаете что вот если мы этот вопрос не подняли то там ну как бы кто кто обман и ну вот кто таким образом пытается избежать ответственности знайте что вы не говорите правду умолчание это тоже ложь это просто менее энергозатратная ложь и вообще для того чтобы вот этого не происходило надо всегда выяснять отношения да я понимаю что со стороны того кто хочет скрыть ложь он будет вас оскорблять говорит да не да хватит мне выносить мозг и прочее прочее но вы должны четко либо зафиксировать его ложь что он постарается не делать он будет уходить от ответа он будет всячески забалтывать кстати манипуляции использовать если вам интересно под видео тоже есть курс манипуляции то есть вообще кучу манипуляций вместо того чтобы зафиксировать факт лжи когда человек уже четко говорит неправду то это очень энергозатратно для лжеца поэтому любой лжец который хочет вас обмануть он просто старается умолчать и в данном случае по павлу удалось это сделать невзирая на то что в сети появилось много видео как они вместе с этой мирославой отдыхали до невзирая на то что ведь это все было понятно что они пара да все она она с его детьми играла да вот эти видео есть она вкладывалась в эти отношения но она просто как человек вежливый культурный не задавала лишних вопросов вот в эту ловушку часто попадают девчонки вот это вот это чудовищная ловушка девчонки будьте смелее на начале на начальном этапе расставляйте все точки над йо иначе будет вот то же самое что вот сейчас с мирославой как не говорили ну это сми писали мира замечательный человек ухты как красиво ухты как красиво ты посмотри это сми писали а я-то ничего не говорил я с ней не отдыхал я я вообще ничего я тут мимо проходил вообще чем меня сюда приписали да вот это вот инфантильность мужская который вот просто знаете вот сейчас вот за эти слова вот просто я из женской солидарности его просто возненавидела вы понимаете как он просто попользовался девчонкой да и при этом я ничего и не обещал да она она сама все придумал это сми все предмет это не она это сми все придумали как удобно на нас миссис на свалить до закрытая поза не смотрит в глаза собеседнику конечно не смотрит потому что понимает что он здесь совершенно не прав потрясающая девчонка я и узнаю как хорошо правда потрясающая девчонка вот что получила девчонка которая поверила ему и не задавала лишних вопросов поэтому девчонки еще раз говорю задавайте вопросы не бойтесь вот прям выносите мозг на начальном этапе и даже если он уйдет слава богу что он уйдет и не будет вот такого разбитого сердца как сейчас я не знаю как у мирослава это все переживает конечно на нее сейчас свалилась очень много и хейта и всего остального потому что его новая пассия вот пашина она еще и знаете такая вот с хитринкой хорошая она там выставляет колечко там выставлять всякие разные моментики ну то есть хвастается тоже как и он такая же ну они друг друга нашли мы об этом еще поговорим да ну а здесь конечно же вот самое самое незащищенное в данной ситуации оказалось именно мирослава больше всего ей досталось вот от этого монстра очень давно как говорит они и отталкивает стряхивает себя типа стой не очень я не хочу об этом говорить чего мне задаете такие неудобные вопросы помогла в свое время я и помог друг другу на тот момент мы были нужны друг другу как люди которые нужны друг другу никогда не говорили видите и ногой немножко приподнял то есть он еще раз ногой дополнительную защиту выставляет и вот это плечами он не уверен он пытается найти слова вот это вот когда он двигает плечами это как раз вот в тех моментах можете еще раз пересмотреть интервью вот где он не уверен он начинает вот эти передергивания плечами и не выставляли что мы парень с девушкой сми это решили разбомбить не так жалко девчонку было шанс только на терпелась только говно писали столько всего и блин смотрите это высшая степень лицемерия мне так жалко девчонку боже мой как мне ее жалко было сказать правду ты не мог жалко ему вообще вот знаете назначил сми виноватыми да это сми и и и вот так вот прописать это сми и и вот так вот поставила на амбразуру допас и и это сми да это это не я конечно же это не я да что вы я белый пушистый я и просто ничего не обещал да честно говоря это ужасно насколько с ним будут и облизывает губы ну то есть конечно же на сми очень удобно удобно все свалить что что мы здесь видим инфантильный трусливый мальчик вот что я здесь вижу поэтому конечно я дико разочарована вот ну вообще в принципе разочарована во всех его отношениях к женщинам но да я с одной стороны можно было бы сказать что просто он слабый да и он сейчас встретил свою женщину мечты можно сказать и поэтому он пытается ей понравится и так обесценивает предыдущих женщин да вот обесценивание еще можно ему простить но вот это вот вопиющая ложь в отношении к мирославе просто меня реально бомбит от этого вот из женской солидарности вот девчонки не попадайте в эту ловушку когда вам как бы вы вместе да а с другой стороны я вам ничего не обещал да вот это сми это это не я вообще но вот это вот лицемерие полнейшее просто полнейшее лицемерие да ну и что мы здесь видим конечно же вот и отношения мирославы и павла должна сказать что у мирославы изначально да вот кармические такие вот загрузки не очень хорошие да вот у нее и душевное побуждение кармическая и экспрессия тоже кармическая и получается что она ну вот идет по граблям по своей жизни да и встретив его ей стало чуть полегче вот должна отметить что может быть там даже и не было особых каких-то отношений до с ее стороны даже но есть стало просто полегче понимаете и это могло ну как то вот и в ней была могла быть иллюзия того что ну они ну как он это мужчина ее мечты что касается его то у нее девяток нет ни при каких раскладах но когда вот они встретились все таки она могла его зацепить именно вот личность 33 да мы знаем что там мастер число да и она может вибрировать так как нужно да и то есть он все таки мог зацепиться на ней при первом взгляде а когда они стали сближаться он увидел что она довольно обычная для него по крайней мере и нет в ней тех вибраций которые он ищет женщина и да эти отношения в общем то ну как бы не имели перспективы да но вот сейчас так отзываться да ну как бы я я уже в общем все сказала до перспектив здесь особых не было я не вижу но вот с ним ей было полегче но сейчас вот получается она в своей вибрации вернулась но опять таки вот эти вот кармические цифры это же возможности для роста да и вот если ей вот даже вот эта ситуация которая безусловно ей принесла много боли а как правило вот людям с кармическими цифрами всегда кто-то приходит разбивает сердце какие-то там испытания в жизни сваливаются да и вот ей сейчас главное вот из этого вынести какой-то позитивный урок и развиваться вот это вот самое главное но перспективы у нее хороший потому что личность 33 то есть ей все-таки при всех вот этих вот вводных данных сложных все равно ей должно повезти я очень держу кулачки за нее все-таки девчонка она хорошая хоть и ввязалась в это все но что поделать да ну теперь давайте посмотрим что у нас с новой пассией да давайте посмотрим давай немножко добавим огня это интервью вы познакомились когда ты еще был женат ну да да ну видите лицо напряглось отвел взгляд через стороны да конечно безусловно ему неловко это ему это неловко а и все признаки и все сигналы тела говорят о том что да вот этот факт ему не хотелось бы так афишировать но действительно они познакомились когда он еще был женат и сейчас он это расскажет ну вот все сигналы тела говорят о том что ему не очень комфортно это обстоятельство но отношения не нет конечно мелкая была совсем и она еще сама по себе маленькая видите как он с любовью говорит с улыбкой расслабился да он сейчас обнимет руками и и маленькой миниатюрная но я сюда смотрел они и мне очень нравилось как она ведет себя как она ставит себя как она ведет себя с мужчинами ты а вот это вот смотрите акцент на других мужчинах очень показательным вот это вот самое главное что для него было критерием значит смотрите как он еще вот при этом вот эту свою маску но тут непонятно маска или на самом деле ноту именно здесь он включил вот это сжал губы челюсть вперед злость отвращения то есть вот в отношении других мужчин до держись подальше другие от других мужчин очень но она никогда не даст к себе подойти там какому-то и там что-то сделать не так что-то как-то по-хамски то есть она себя очень правильно несет не этот такси на ровну блоге сколько то есть она скромная очень нам прям да они можно разговаривать часами на самом деле вот я ее на снимал смерть в клетке в первой мы там как бы задружились но общались друг друга поздравляли с праздниками там не более чем ну вот этот акцент на других мужчинах он очень показателен потому что для неуверенного в себе мужчины это главное понимаете вот если он он даже не описал своих эмоций да вот я встретил у меня там сердце забилось или еще что-то он описал именно четко вот то что ему самое главное вот с эмоциями с горящими глазами он написал именно то что она не дает подойти к себе другим мужчинам то есть пока ты со мной я тебя люблю да ты должна быть моей как только ты к себе кого-то подпустишь сразу как бы я и ну ты ты уже перестанешь для меня быть музой да а значит что счастье от обладания и вообще вот эти как вот он жест еще такой к обнимающий да она такая маленькая хрупкая да и и вот вот это вот для него важно в первую очередь что она не подпускает к себе мужчин и она такая беззащитная да то есть вот для него это самые главные критерии и давайте посмотрим что у нас так подождите а вот так правильно что у нас по нумерологии по совместимости и здесь вы знаете как ни странно как ни странно но здесь действительно у них очень даже все хорошо причем обратите внимание при встрече вот упала вибрация душевного побуждения девятка у нее день рождения девятка день рождения и жизненный путь да кстати у нее и жизненный путь девятка то есть это две цифры которые неизменны которые она как бы она не меняла свои фамилии имена и так далее вот эти две цифры останутся неизменными и здесь действительно она ему подходит и он увидев ее точно ну вот просто вот 99 процентов что она ему понравилось это и причем это не зависит от того берет она его вибрации или нет то есть она сама по себе для него женщина мечты это факт дальше смотрите с ее стороны она вот видите душевное побуждение троечка она вечный ребенок она ищет актерская среда для нее самое то да и она стремится быть актриса и все такое что мы видим у павла у него троек в общем-то и нет то есть на момент встречи она его зацепила а он ее так как актер просто да вот известный актер не более того да то есть вот яркий представитель вот этой троечки да но но по сути он этим не является да вот как актер кстати у него нет троек поэтому я вот ему как актеру тоже не особо доверяю да ну ладно бог с ним его профессиональные данные оставим для следующего разбора да а здесь что мы видим но когда происходит сближение смотрите у нее до появляется вот это вот трудоголизм в экспрессии то есть ей придется больше работать в отношениях да она на себя взваливает еще какую-то ношу но смотрите она в нем видит идеального мужчину ее душевное побуждение пятерочка а у него и день рождения и жизненный путь пятерочка то есть их союз будет зависеть от того насколько она будет замотивирована в том чтобы быть с ним понимаете вот насколько ей будет хотеться быть ну насколько она захочет настолько их отношения продлятся вот как только она захочет стать самостоятельной там или еще какие-то у нее появятся она как бы автоматически но вот сейчас у них там любовь морковь и все такое она спокойно берет его вибрации да они вместе вибрируют под его фамилией как бы да неважно она взяла эту фамилию не взяла но все равно находясь в контакте они вместе и они любят реально любят друг друга вот это просто идеальная пара да но если вдруг ей захочется пойти погулять там или как-то но она отдаляясь от него теряет к нему интерес но остается для него интересная вот такая вот интересная но такая вот история да но с другой стороны я очень даже рада что он нашел себе такую женщину до которая если что у нее есть шанс разбить ему сердце и вот они я думаю что вряд ли он будет ее так обесценивать она для него навсегда останется ну тем идеалом женщины которую он ищет потому что душевное побуждение у него девятка а у нее как раз вот этих девяток вот в самых таких ключевых моментах на у нее их много а вот для нее как только она от него отдаляется она уже отвлекается и у нее и у нее другие интересы поэтому да вот он бессознательно и в силу своего характера в силу своих комплексов он действительно хочет держать ее рядышком да вот как это я сказал рядом да вот для него это символ счастья когда пока она будет рядом как только она от него отдаляется он чувствует что она теряет к нему интерес и появляется вот он начинает нервничать и так далее вот такая вот история поэтому наблюдаем внимательно за ними а да еще немножко невербалики сейчас посмотрим потому что мне показалось это очень ну для обучения полезным потом что был это и был я никогда не смогу сказать плохого и не скажу мы тебе свои детей вещи от манипуляции с часами да если вы такое встречаете в жизни имейте ввиду человек хочет закрыть эту тему убегает человек убегает либо от того о чем вы говорите либо от объекта разговора либо от вас как от собеседника но вот как только человек притрагивается к часам или смотрит на часы не обязательно он там прям смотрит и показывает но все мне пора идти вот только у него пошел взгляд на часы значит ему хочется это завершить а завершить что анализируйте тут может быть как тема так то о чем вы вернее то о ком вы говорите так и вы поэтому вот это вот очень важный сигнал это неправильно и не вот обратите внимание он не просто на часы а еще и как бы стирает информацию да и здесь он говорит о богате да вот я не хочу говорить о ней плохо но при этом конечно же он ее обесценил всячески как и всех своих предыдущих женщин унизил в общем по полной программе да он он не уважает никого из тех кто у него был но в общем-то зипюр я думаю что научит его жизни если захочет да но это как раз та женщина на которой вот я думаю что тот камешек на котором эта коса может затупиться но это при желании этого камушка я буду молчать да да как смешно я буду молчать видите стирает но при этом вот это место находится около часов да то есть ему хочется эту тему закрыть но вот еще хотелось бы стереть лишнее а кстати у него здесь татуировка вроде какая-то да было и он потирает я я кстати не в курсе вот я слышала про татуировку которую той зипюр продемонстрировала да кстати сейчас зипюр она на коне она просто королева да она всячески показывает это но как только ей надоест вот эта игра да вполне возможно что она захочет какой нибудь собственной жизни но этот собственник ее вряд ли отпустит ну и либо будут конфликты вот так вот это здесь у него была вот эта татуировка о которой блин надо посмотреть я вот только сейчас до меня дошло про татуировку видите закрылся больше ничего не скажу зафиксировал позицию или смысле с этим ничего не делаешь нет они тебя вернут но через месяц ну ты же выезжаешь еще придерживает правую руку левой тоже показательный сигнал когда человек волнуется и пытается успокоиться ну да через месяц приезжай уберешь про шею понятно надеюсь вот у тебя будут это чувство какой-то острой несправедливости очень было конечно поэтому стиганул на тебя это не сломал эти опять часы отталкивает на вытянутых руках то есть вот вот этой тем темы он хочет отодвинуться от нее да и в руки руки в замок и на ногами закрылся немножко невербалики вам и теперь по формуле души вот я буквально маленький нюансик хочу вам показать вот особенно тем кто у меня учится ну вот показать пример того как вообще важно вот это вот это вот циферка всего сколько баллов всего дают планеты это вот как показывает моя практика очень интересный показатель сейчас я себя сдвину чтобы не закрывать все очень интересный показатель энергии энергетической наполненности часто люди с маленьким показателем энергии они выживают за счет активности за счет того что они очень подвижны вот это идея ну чаще всего именно вот и их стратегия люди у которых много баллов они но как бы пришли в этот мир с какой-то наполненностью и ну может быть даже большей уверенностью в себе и часто это больший потенциал вот часто бывает так что там когда встречаю я людей там 40 бальными вот этим ну вот с цифрой 40 вот здесь да но около там плюс-минус а то как правило у человека просто вот фантастические вещи происходят в жизни вот человеку достаточно что-то сказать и у него это происходит но то есть человек обладает огромной внутренней силой и это как это обусловлено тем что планеты очень хорошо аспектируют да и помогают человеку в исполнении его каких-то замыслов и так далее так вот чем больше этот показатель тем легче человеку реализоваться социуме да или где-то и ну и в любой вообще вот что ему надо больше ему дается да вот это типа рожек о которых мы с вами говорим на физиогномике если кстати интересно вот эти бесплатные занятия по физиогномике я проведу ближайшее время напишите в комментариях если хотите мы с вами я вам покажу как по лицу определять счастливчика так вот чтобы по формуле души определить человека наделенного дополнительной энергии то вот здесь показатель должен быть около 40 мы видим что у павла и тут всего 25 баллов то есть перед нами человек как у которого успех будет зависеть от того что ему надо всегда двигаться ему надо всегда развиваться ему надо быть подвижным чтобы быть быть успешным ну он в общем то так себя и ведет он и занимается спортом ведет активный образ жизни он всегда в тонусе да это нормально но вот с точки зрения энергетики ну мы видим что всего 25 баллов кстати ему каждые 12 лет надо менять жизнь видите вот в центре юпитер шестибальный научи очень интересно тут разбирать можно много но вот по баллам давайте посмотрим у него 25 баллов теперь смотрите у никерит 38 баллов вот почему она вот действительно она звезда мирового уровня то что павел достиг своего успеха да вот это за счет его подвижности а никерит вот ей в принципе так много двигаться не надо для того чтобы достичь успеха кто-то знаете но с другой стороны должна сразу сказать что даже если у вас допустим не так много баллов это не страшно у вас всегда есть возможность за счет подвижности за счет каких-то новых навыков за счет себя сон из собственных ресурсов до повышать свои вибрации повышать вот какие-то уже собственные ресурсы да ведь движи планеты они просто светят да и дают какую-то ну какое-то понимание может быть подсвечивают куда идти да может быть еще что то но еще и как на бога надейся сам не плаша есть пословица так вот вот звезды это как влияние бога да а то что мы делаем это уже наши действия и тут если вместе все соединить то будет вообще супер но у павла конечно же больше он должен вот именно вот собственные какие-то силы да вот собственной стороны как-то ну вот самому работать больше у никерит получается вот этот симбиоз очень хороший то есть ей дается сверху и снизу она ну и и со своей стороны она тоже ну как бы тоже молодец она звезда мирового уровня дальше давайте смотреть он агаты смотрите 37 баллов то есть ей но вот как раз павел ей был дан для того чтобы ей вот действительно продвигаться потому что таким людям как правило на жизненном пути как раз даются те кто позволяет им продвигаться туда куда они хотят и вот пожалуйста эти 37 баллов как работает и сейчас мы знаем что у агаты в общем-то все нормально все замечательно мы видим ее в разных проектах и так далее но там еще много факторов просто я уже и так затянула следующая женщина которая у павла была это мирослава и здесь мы видим уже 31 балл то есть поменьше вот вибрации снижаются да но еще один момент когда человек с низким уровнем вибрации да вот с низким вот этим числом встречает человека с высоким числом да он ему интересен вот который с высоким он интересен естественно но человек с низкой вибрации ну я так просто называю вибрации просто не заморачиваться так вот человек с низкой вибрации особенно если это мужчина он начинает паниковать он начинает думать что она же такая классная она же от меня легко уйдет да то есть он чувствует себя неуверенно с человеком с высокой вибрации поэтому ему для пары лучше все-таки найти человека ну вот в такой же вибрации как он поэтому вот здесь вот я и стала это рассматривать но видите что у мирославы поменьше но все равно 31 это больше чем 25 и смотрите вот пожалуйста узи pure 26 баллов и у павла 25 то есть они прекрасная пара в общем то они на одном уровне развития и в общем то они могут развиваться вместе никто им в этом не мешает и в общем то если все пойдет позитивно то их ждет прекрасное будущее что касается вообще партнерских отношений то мы видим что на орбите марса узи pure нет планет есть только фиктивные да и на орбите венеры у павла тоже нет планет то есть они оба вполне свободно относятся к тому есть рядом кто-то или нет и в общем то это тоже их сближает это тоже одинаковый взгляд на ну на партнерские отношения и это тоже то что может стать плюсом для них для обоих да ну вот все таки напишите в комментариях что вы думаете по поводу этой пары да я я возможно что чего-то не учла ну вот с точки зрения нумерологии и астрологии я все-таки ставлю на то что у них довольно длительные будут отношения но настолько длительный насколько zipure этого захочет именно вот в этих отношениях вот зато сколько продлятся они будет отвечать именно zipure под до тех пор пока ей нравится играть в эту игру показывать колечки в своих этих сетях да вот до тех пор пока он там будет востребованным актером ей это будет льстить да вот вот это вот будет длиться как только ей захочется куда-нибудь в сторону посмотреть все начнутся конфликты начнется ревность при этом если они расстанутся то павел будет ее любить всю жизнь но может не будет говорить до образ мачо но для нее в общем то намного проще вот эти отношения да вот так вот так но на этой радужной ноте я буду заканчивать уже мы более часа мы с вами прообщались я хотела коротенький эфирчик сделать ну вот пожалуйста получайте какой есть да спасибо вам за внимание если вам интересно вот это все изучать у меня есть мини курсы которые наконец-то вместе с ютубом открылись это радостно можете под видео находить ссылочки приобретать если будут сложности с оплатами там под видео тоже будет моя почта светлана тире тире 2009 собака mail.ru лучше это копировать вот чтобы не ошибиться потому что там два тире подряд допишите все решим сейчас как вы знаете сложностей с оплатой очень много да ну в общем вот так вот до новых встреч сейчас займусь разбором хованского хотела его раньше сделать но вот многие в комментариях написали как вы обещали прилучного вот пожалуйста получайте прилучного да а теперь займусь хованским всех вас люблю до новых встреч пока пока